Сегодня мы говорим о ПРПО, преждевременном разрыве плодных оболочек. Конечно, этот термин касается излития ввод в недоношенном сроке беременности. Это всегда неприятная, тяжелая ситуация, особенно когда ПРПО происходит на очень ранних сроках в 24, 25, 26, 27 недель беременности. И мы понимаем то, что еще очень маленький срок ребенок неженеспособен и очень большие вопросы о том, выживет ли он, какой он будет, какой будет уровень его здоровья. И, конечно, такие экстремально ранние или ранние преждевременные роды, они связаны с большой инвалидизацией и с увеличением перинатальной смертности. Надо сказать, что примерно 3% беременности осложняются ПРПО, и каждые третьи преждевременные роды начинаются с разрыва плодных оболочек, а не со схваток. Примерно 40% преждевременных родов так и начинаются. Из всех 70% преждевременных родов, которые связаны со спонтанным началом, вот около 40% это начинается с излития клоплодных вод. Факторами риска для ПРПО являются преждевременные роды или ПРПО уже в анамнезе в предыдущую беременность, это курение. Инфекционный фактор крайне важен и является ведущим фактором риска. Это все практически те же самые факторы, которые мы перечисляем, их достаточно много, когда мы говорим про риски преждевременных родов. Но все-таки ПРПО это особое состояние. У женщины могут не быть схваток, просто появились жидкие выделения. Часто женщина может даже не совсем сразу понять, что это, она не ожидает, что вот сейчас, в таком сроке вдруг могут излиться воды. И это всегда такой стрессовый фактор, всегда большая какая-то недоумение большое и страх, что будет дальше. И сегодняшняя передача как раз посвящена тому, какие у нас есть варианты, что мы можем предложить женщинам с излитием вод и какие есть перспективы. Если у нас воды изливаются до 22 недель, то есть вообще до того срока, когда вообще мы говорим про роды, когда мы вообще говорим про то, что плод может быть жизнеспособным, то мы должны предложить пациентке прерывание беременности. Крайне высокие риски осложнений, естественно крайне низкие, практически отсутствие шансов выживания детей, если в этом сроке начнутся выкидыши и рождается плод, нас вынуждают этим женщинам предложить прерывание беременности. И надо сказать, что подавляющее большинство на беременность так и заканчиваются при ПРПО в этом сроке. Но иногда, крайне редко, есть ситуации так называемого самопломбирования плодных оболочек. Примерно 14% женщин в эту группу относятся, это счастливчики, у которых почему-то самостоятельно, как будто бы заклеивается, но это неправильно говорить, что заклеивается дырочка в плодном пузыре. Это на самом деле связано со сложными изменениями в децидуальной оболочке, тканях и миометрии, но почему-то перестают подтекать околоплодные воды. И через какое-то время, после того, как мы действительно диагностировали подтекание околоплодных вод, мы видели эти жидкие выделения. У них просто пропадают эти симптомы. Если вы вдруг, врачик, шер-гинеколог, увидели эту женщину тогда, когда уже нет никаких выделений, вам даже сложно поверить, что действительно текли воды. Нет маловодия, все хорошо. И эти пациентки дальше ведутся и дохаживают свою беременность так же, как и пациентки безо всякого ПРПО. Я об этом сейчас рассказываю не для того, чтобы всем женщинам вселять надежду, что не надо проливать беременность, не надо слушать врачей, которые вам это предлагают. Я это рассказываю для того, чтобы мы понимали, что всегда есть особые случаи. Всегда есть тот маленький процент, 14% небольшой, но есть тот маленький процент, когда эти беременности тоже могут сохраняться. И у нас есть опыт ведения таких пациентов. И ни одна, и ни две женщины таким образом сохранили беременность. И мы писали статьи на этот счет. И мы не единственные, безусловно, это вообще мировая такая практика, наблюдение, что так случается. Когда воды изливаются до 23 недель беременности, на границе жизнеспособности тоже очень трудно принять решение. Тоже очень тщательно женщина с ее мужем, папой, ребенком, родственниками проговаривается. Ситуация в очень высоком риске осложнений и крайне низком проценте выживаемости у этих детей. Поэтому тоже индивидуально каждый раз мы решаем вопросы о сохранении беременности. И женщина принимает решение о том, хочет она сохранить беременность или нет. В сроках уже после 24 недель, вот эти сроки, когда мы уже должны постараться сохранить беременность, вопрос принимается следующим образом. Если у женщины нет выраженного маловодия, стойкого, если не присоединяются инфекционные осложнения, если ребенок себя чувствует нормально, если мама себя чувствует хорошо, то мы можем постараться сохранить эту беременность вплоть до 36 недель и 6 дней, то есть практически до доношенного срока. Вопрос только в том, позволит ли нам состояние женщины и плода это сделать. Когда чаще всего мы терпим неудачу? Тогда, когда у этих пациенток самостоятельно начинает развиваться родовая деятельность, и беременность, естественно, проливается, потому что происходят роды преждевременные. Тогда, когда мы видим стойкое снижение жидко-эклоплодных вод, их количество, выраженное маловодие, и мы будем вынуждены роды разрешать, потому что это высокие риски внутриутробной гибели плода вследствие компрессии пуповины, да и, в общем-то, развития легких, омывания легких водами не происходит. Это чревато многими осложнениями. Могут быть контрактуры, если длительно ребенок находится в условиях выраженного маловодия. При этом надо сказать, что даже тогда, когда есть какой-то эпизод выраженного маловодия, какой-то один-два дня, это не означает то, что нет шансов, что воды начнут расти, их объем начнет расти. В 25% случаев даже при сохраняющемся подтекании околоплодных вод, после того, как было уже выраженное маловодие, воду начинают, индекс вод начинает нарастать. И мы из выраженного маловодия переходим в статус просто маловодия, когда это безопасно для плода пролонгирования беременности. И тогда нам это позволяет сохранять беременность, даже после уже фиксированного выраженного маловодия, в 25% случаев сохранять беременность до достаточно хорошего срока, когда ребенок жизнеспособен, а иногда до доношенного срока. Следующая ситуация, которая нам тоже не всегда позволяет сохранить беременность, тоже является часто фактором развития родовой деятельности самостоятельно, или вынуждает врача закончить эту беременность родами, это присоединение инфекционного фактора и развитие хориомнионита. Тут, конечно, мы бессильны. Если присоединяется хориомнионит, мы должны эту беременность закончить. Ну и, конечно, если мы видим ухудшение состояния матери, присоединение каких-то других осложнений беременности, которые требуют досрочного родоразрешения, или мы видим ухудшение состояния плода, дистресс плода, то мы тоже будем вынуждены родоразрешить эту пациентку и не сможем эту беременность пролонгировать. Что мы должны сделать для того, чтобы максимально увеличить шансы сохранения беременности у этой группы пациенток? Первое – безопасность в отношении профилактики инфекционных осложнений для соблюдения гигиены. Должны быть исключены вагинальные исследования. Мы не должны проводить влагалищные исследования, только ультразвуковое исследование. Мы можем брать мазки, мы можем брать мазки на воды, мы можем делать тесты на оклоплодные воды, брать посевы, но влагалищных исследований проводить мы не должны. Пациентка должна находиться в чистых условиях, стерильные должны быть подкладные, должна кварцеваться палата для того, чтобы мы, конечно, минимализировали риски инфекционных осложнений. Второе обязательное условие – это проведение антибиотикотерапии, полного курса антибиотиков до 10 дней, тоже с целью снижения рисков инфекционных и возможности продления, пролонгирования беременности. Следующая ситуация в сроках до 34 недель, начиная с 24 недель – это профилактика РДС плода. Подготовка легких плода к рождению, если все-таки роды у нас произойдут, мы максимально готовим плода к неутробной жизни. Ну и, конечно же, ежедневный мониторинг состояния матери и плода. Оценивается температура у матери, уровень лейкоцитов, лейкоцитарная формула, обязательно уровень цирреактивного белка и прокальцитонина. Чтобы максимально быстро среагировать, если будет присоединение инфекционного фактора и развитие холиомнионита, оценивается характер в отделении, ну и так далее. И, конечно же, контролирует состояние плода. После 33 недель – это КТГ, АДО – это индекс амниотической жидкости и доклерометрия. Если все хорошо сложится и нам повезет, мы сможем пролонгировать беременность до того срока, когда уже не будет опасений в состоянии малыша, и мы сможем дать маме здорового ребеночка, даже если недоношенного, то с очень большими шансами после лечения и помощи неонатологов или реаниматологов на здоровое будущее. Если вдруг у вас, не дай бог, изливаются воды в недоношенном сроке беременности, сразу не стоит паниковать. Нужно сделать все для того, чтобы правильно вестись, чтобы максимально быстро попасть в специализированный родильный дом, тот роддом, который ведет сложные беременности, который специализируется на преждевременных родах, где есть возможности, опыт ведения таких пациентов. Есть, конечно же, очень хорошая реанимация, что если все-таки роды произойдут, что можно было бы оказать адекватную помощь новорожденному. И я надеюсь, что все сложится так, что даже при излитии околоплодных вод преждевременным будет возможность сохранить вашу беременность на максимально возможный срок, а желательно до доношенного срока беременности. А всем остальным желаю удачи, хорошей беременности, здорового малыша и прекрасных родов. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok